МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых заметных и значимых событиях города-региона в программе Котловского объединения телевещания в студии Александр Узавин. Здравствуйте! Сегодня в Котлове должна была работать большая делегация правительства Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым, но из-за плохой погоды разрешение на вылет из Архангельска самолету не дали. Планировалось, что сразу по приезду глава Поморья лично оценит качество и масштабы работ по строительству объездной дороги. Новый крупный инфраструктурный объект региона появился в Котлосе благодаря инициативе Андрея Бралина и поддержке, в том числе финансовой, губернатора Игоря Орлова. Мы теперь разгрузим центр города от наших больших грузов, лесовозов, от того транзита, который нам за зиму дороги портил. Экология была плохая, шум, теперь этого не будет, мы это будем все избегать. Объездная дорога состоит из двух частей. Это так называемое Восточное шоссе. Заказчиком выступал Архавтодор, подрядчик – наши соседи из Великого Устюга. За строительство первого пускового комплекса автотрассы Котлос-Коряжма отвечало ДРСУ. Обе компании закончили работы раньше срока, благодаря чему целый район города получил новый виток развития. Дорога будет стоять, тут применялся верхний слой щебеночно-мастичный асфальтобетон, который в летний период и в жаркое время, он все, со временем трещины все равно появятся, он сам себя лечит. То есть трещины под колесами на них будут закатываться. Планируется, что новая объездная дорога будет передана сначала в областную, а затем и федеральную собственность. Это позволит сэкономить на ее содержании миллионы бюджетных рублей. После обеда, когда сильный снегопад и ветер прекратились, из Архангельска в Котлос смогла прибыть министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. В планах главы ведомства не только провести совещание, но и посетить ряд крупных сельхозпроизводителей. На всех мероприятиях работала и наша съемочная группа. Первые подробности визита министра АПК по телефону рассказала Елена Кермич. Сразу по прилету Ирина Бажанова провела рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса региона и финансирования сельхозпроизводителей в 2018 году в рамках государственной программы. Оно прошло в администрации Котлосского района. Диалог длился более двух часов, хотя на эту встречу предусмотрен был час. Участие приняли около четырех десятков руководителей фермерских хозяйств Юга области. Сразу после совещания Ирина Бажанова лично познакомилась с работой одного из крупных предприятий района – это ФГУП «Котлоская». В этом году оно получило государственную поддержку. Субсидия составила почти 11 миллионов рублей. Завтра министр примет участие в областном форуме «Потребительский рынок региона» и вновь отправится на объекты. На этот раз в Красноборские и Велегодские районы. А также познакомится с работой «Котлоской птицефабрики». Там ее тоже будет сопровождать наша съемочная группа. А теперь к другим темам. Документы на получение социальной ипотеки вручили семье из Коряжмы. Супруги Лопатенко первыми воспользовались возможностью получить жилищный кредит на выгодных условиях. Кроме того, теперь увеличенный срок предоставления займа с 5 до 10 лет. Семья Лопатенко готовится к переезду в свое новое жилье. Кроме них, еще 19 семей уже обратились с заявками на получение ипотечного кредита на льготных условиях. Для работников бюджетной сферы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, разработана специальная программа. Социальная ипотека сейчас идет по самому выгодному проценту. Я, конечно, понимаю, что во всех банках сейчас на данный момент процент падает по ипотеке, но 6% я еще ни в одном банке не встречала, поэтому это очень выгодно. Компенсацию разницы между обычной и льготной кредитной ставкой берет на себя региональное правительство. Для этого в областном бюджете заложено более 15 миллионов рублей на ближайшие три года. Не прочь воспользоваться таким предложением и архангелогородка Елена Абдулхакова. Общий доход семьи 30 тысяч рублей. Стандартные банковские предложения для них не подъемный груз, а хочется жить в своей квартире. Хотелось бы просто пожить в своем жилье, чтобы уже как-то интерьер свой создать, а не сидеть постоянно на чемоданах, потому что какая-то квартира с мебелью, какая-то еще и хочется уже свое жилье. Просто свое жилье. Пусть это будет жилье в деревянном доме, без удобств, какой угодно. Программа рассчитана в первую очередь на молодых специалистов-бюджетников. Они чаще всего нуждаются в жилье. Жилье – это одна из актуальных проблем, стоящих перед молодежью нашего региона. Входит в три основные проблемы, которые касаются нашей молодежи. И, конечно, решение данной проблемы могло бы способствовать и сокращению миграции с нашего региона, и становлению нашей экономики, потому что молодой человек понимает, что он здесь нужен. В областном доме молодежи сегодня объясняли, кто имеет право на получение социальной ипотеки и каков порядок действий. С заявкой могут обратиться только бюджетники в возрастных границах от 22 до 65 лет. Работник должен иметь трудовой договор с организацией на срок не менее 5 лет. Максимальная сумма кредита – миллион рублей. Претендентами могут стать учителя, работники детсадов, врачи. Список довольно внушительный и еще будет расширяться. Ряд работников бюджетных учреждений не подходит, потому что просто их должности нет в порядке. То есть мы ждем обратной реакции, ждем предложений, готовы это рассматривать. Все, что нужно – обратиться к своему начальству, собрать стандартный пакет документов для получения ипотеки, написать заявление и направить в Министерство строительства и архитектуры региона. Далее списки поступают в банк, который напрямую работает с клиентом. Новость о продлении федерального проекта «Комфортная городская среда» в Котласе восприняли с энтузиазмом. Число заявителей уже перевалило за три десятка. Одними из первых документов подали представители ТОС номер 11, адмирал Кузнецов. Такому ажиотажу в муниципалитете Рады. Общественная инициатива становится полезным инструментом в преображении дворовых территорий. Дома номер 4 и 4А по улице Кузнецова – соседи. За несколько лет их общий двор заметно преобразился. Для автомобилистов парковка, для малышней детские качели, спортивный игровой комплекс и новинка года – мегапесочница 4 на 4 метра. Средства на обустройство дворовой территории, гранты за победу в различных конкурсах по развитию ТОС, плюс личное участие неравнодушных жителей. – Очень нравится. Мы сюда ходим гулять практически каждый день. И детей много, родители с детьми приходят, особенно в обед, перед обедом. Всем весело, играют с горочки, катаемся на качельке. Очень много сделали. Особенно когда сделали вот эту большую песочницу, дети очень рады. В Котласе на сегодня образовано 22 ТОСа, и адмирал Кузнецов – один из самых активных. Благодаря инициативе жителей, упорству председателя и содействию администрации города, двор постепенно становится территорией общего комфорта. Не случайно именно здесь, на Кузнецово 4 минувшим летом, прошел уникальный мастер-класс «Дворовый переворот» в рамках межрегиональной практической конференции «Зеленая одежда для городов севера». Профессионалы урбанистики не раз подчеркивали, чтобы двор стал реальной площадкой для взаимодействия с соседями, решения конфликтов и проявления инициатив, нужно в первую очередь объединить соседей. И в 11 ТОСе это понимают. – Много в доме молодежи. Они все равно переезжают. Главное их как-то мотивировать, чтобы они начали работу. Стараемся как можно больше привлекать людей на субботники. Также у нас на Лизосе очень прекрасно проводят детские праздники. Это Новый год. Ставим елку, участвуем сами в представлении. День соседа отмечаем с прошлого года. Еще один усвоенный урок – планирование. У Большого двора много проблем. Их решение разделено на этапы. В этом году удалось обновить тротуар у дома Кузнецова 4, установить два светодиодных светильника. В планах на перспективу – замена ледневой канализации. – Во время весны дождей, очень большая лужа находится около качели и около горки. В этом проблема существует. Но так как я читала, что председатель Кузнецова 4 дома выиграл грант, я думаю, что он эти проблемы все решит. Он сильный и грамотный человек. Но не только погодные условия мешают активистам. В 2014 году, благодаря победе в муниципальном конкурсе среди дворовых территорий, был отремонтирован проезд возле дома на Кузнецова 4А. Но радость была недолгой. Во время строительства стадиона у школы 18 пользовались нашей дорогой, которая была отремонтирована в 2014 году. Дорогу разбили и устно обещали ее восстановить. Мы должны теперь ее за свой счет ремонтировать. С какой стадион. Жители ТСЖ Кузнецова 4А направили официальное обращение в адрес главы Котласа, руководства управления городского хозяйства и председателя собрания депутатов. Люди надеются, что их общая просьба включить разбитый проезд в план ремонтов на следующий год власти не оставят без внимания. Хищники у дома. Более полусотни обращений жителей Архангельской области поступило в этом году по поводу выхода волков в города и населенные пункты. Тревожные новости приходят из Плесецкого, Пинежского, Устьянского районов, не сидят в голодном лесу и звери в Котласском районе. В населенных пунктах Котласского района волки – частые гости. Эту пару хищников зафиксировали камеры видеонаблюдения в деревне Федотовское. Волки подходят прямо к жилым домам, держав страхи местных жителей. Беспризорные собаки и домашний скот – для них самая легкая добыча. Такое поведение волка связано прежде всего с уменьшением кормовой базы в зимний период в лесу. В результате волки начинают искать доступная корма. Населенные пункты привлекают их несанкционированными свалками пищевых отходов, безнадзорными домашними животными. Сторожевой пес Пух всю жизнь прожил в поселке Исток. Охранял угодья хозяйской дачи, но недавно охрана потребовалась ему самому. На Эпской ночью к псу в гости наведались волки, сорвали Пуха с цепи. Приехавший рано утром хозяин отпугнул хищников и нашел собаку недалеко от дома. Израненному псу сделали операцию и назначили дорогостоящее лечение. И таких историй в районах области десятки. На кладбище у нас видят часто. В зеленом бару двух собак утащили на днях. В гипсовом. Около трети волков потенциально могут быть опасны для человека. То есть у них вот этот страх перед человеком может быть сниженным. А реакция агрессии на человека может неожидно проявиться. Понятно, что это может проявиться только в особых условиях. Между тем, за последние три года численность хищников в поморе значительно выросла. Сейчас на территории области около полутора тысяч особей волка. В 2017 году численность снизилась. В принципе, она была не совсем высокая. Плотность волка у нас довольно низкая на территории области. Следует отметить, что по регулированию численности у нас добывается не так много волков, как в процессе спортивной любительской охоты. Любительская спортивная охота идет с 15 сентября. Только в Котловском районе необходимое разрешение на отстрел хищников получили более 600 человек. Еженедельно территорию, прилегающую к населенным пунктам, обходят специальные мобильные бригады. Их добычей за первые два месяца осени стали 7 волков. Министерство природных ресурсов области установило размер выплаты за добычу любого волка в общедоступных охотничьих угодьях. Сегодня он равен 10 тысяч рублей. Кроме того, граждане, добывшие волков, получают преимущественное право на получение разрешения на добычу лосей и медведей. Такая любительская охота сейчас в почете. Рискуя своей жизнью, люди зарабатывают деньги на добытых волках. Только вот стать охотником рискнет не каждый. И люди в поселках все так же продолжают бояться выходить на улицу по вечерам. О здоровье и медицине речь пойдет в новом выпуске программы «Открытый регион» на телеканале «Правда Севера» в проекте «Регион-29». На этот раз в гостях министр здравоохранения области Антон Карпунов. Затронем несколько тем. Развитие медицины в области, закупки нового оборудования, открытие новых медучреждений и проведение уникальных операций. Не обойдем стороной проблемные вопросы. Мы приглашаем к разговору всех неравнодушных к этой теме людей. «Открытый регион» выходит в прямом эфире каждый четверг. Очередной выпуск смотрите 23 ноября, начало в 19.25. Телефон прямой линии 639-717. Код Архангельска 8182. Более 80 тысяч физических лиц, проживающих на территории Котласа и района получили уведомления на уплату земельного, транспортного налогов, а также налога на имущество. 10,5 тысяч из числа получателей – дети. Накануне своего профессионального праздника сотрудники межрайонной и ФНС России номер один по Архангельской области и НАО провели день открытых дверей. В период проведения дня открытых дверей в налоговую инспекцию в Котласе и в Коряжме обратились более 500 человек. Сотрудники службы помогли подключиться к личному кабинету налогоплательщика сотни горожан. Напомнили также и о том, что на отдельные категории населения распространяются определенные льготы. Хочу прежде всего обратить внимание, что предоставление льгот носит заявительный характер. То есть налогоплательщик должен сам предоставить заявление в любой налоговый орган с приложением документов, подтверждающих его льготу. Различные льготы на земельные, транспортные и имущественные налоги предоставляются пенсионерам, инвалидам первой и второй групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и опекунам детей инвалидов. Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте Федеральной налоговой службы. Редакция Котловского объединения телевещания принимает вопросы для профессионального юриста. Рубрика с его участием с ноября станет постоянной и будет выходить один раз в неделю в программе новостей. Получить бесплатную юридическую консультацию можно, задав свой вопрос по телефону 8 921 290 98 71 или оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Сегодня в столице Поморья стартовал Кубок губернатора по хоккею с мячом. Это традиционные соревнования, они проводятся в регионе уже 19 раз. 17 команд из Архангельской и Мурманской областей, а также из Республики Комиен на протяжении четырех дней проведут около 40 ледовых баталий. В этом году в соревновании участвуют юные спортсмены с 10 до 15 лет. Кубок губернатора, своеобразная подготовка к всероссийским соревнованиям. Задача посмотреть ребят, как они подготовились к сезону и в дальнейшем уже старшие ребята будут участвовать в первенстве России. Организаторы признаются, после первых игр турнир идет с хорошим спортивным накалом. Уже в эту субботу станут известны обладатели Кубка губернатора Архангельской области по хоккею с мячом. Продолжаем. Он высокий, седой и занимает особое место в сердце каждого ребенка. Сегодня в Котловском дворце культуры прошел настоящий бал Деда Мороза. Он специально приехал к юным котлашанам из Великого Устюга. Совсем недавно отпраздновал я свой день рождения и дал старт новогоднему путешествию 2017. И вот я в вашем гостеприимном городе. Горящие глаза и робкие улыбки котловских мальчишек и девчонок были видны издалека. Дети надеялись увидеть чудо, и оно пришло. Правда, помешать волшебству сказки пыталась злая кошка. Выкрав посох, она замыслила недобрые дела. Помочь Дедушке Морозу вернуть украденное вызвались главные герои представления – Маша, Витя и все маленькие гости бала. Вам предстоит отправиться в неизведанный мир Зазеркалья. Не оробейте, не испугайтесь. В Зазеркалье главные герои повстречали множество друзей и врагов. Помогли русалке растопить замороженной кошкой озеро, познакомились с динозавром котласии, прошли тернистой дорожкой через дремучий лес и встретили кота ласкового. Долг был путь и был он опасен, но ребята справились и торжественно вручили Дедушке Морозу его волшебный посох. «Ай, да молодцы! Вот это радость!» «Как всегда произошло чудо! Устроили ребятишки котласки мне настоящий праздник! Подарили бал в честь меня, в честь сказки моей новогодней! Ну а я привез частицу волшебства сказки моей! А еще много веселья, много радости и смеха!» «Первый раз видела Деда Мороза, мне понравилось у него на балу «Я еще хочу!» «Мне понравилась кошка и еще как девочки танцевали!» «Я бы в следующий раз тоже сходила на бал Деда Мороза» Кроме того, во время представления работала волшебная почта Деда Мороза. Каждый ребенок мог написать заветное письмо и положить его в почтовый ящик. «Я написала Дедушке Морозу, потому что я хочу бэби-бона!» Сегодня в Котласе устюжский Дед Мороз провел два представления утром и вечером. А после отправился дальше по стране. Его ждут дети в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Казани и Москве. Но с этого дня в сердцах котловских детей навечно останется частичка волшебства и радости, ведь встреча с чудом не забывается. 24 ноября в Котловском дворце культуры пройдет третий и заключительный конкурсный этап регионального вокального проекта «Универсальный артист». Репетиции 17 непрофессиональных и 7 опытных вокалистов из нашего города, а также Коряжмы, Красноборска, Великого Устюга и Яринска в самом разгаре. Два прошедших этапа заставили участников выложиться по полной. «Я и пыталась выразить себя больше как актрису, нежели как вокалистку. То есть такой вот симбиоз актерского мастерства, разных песен, тем более здесь были рок, шансоны. Это крайне редко мы берем в репертуар такие песни. И здесь можно было это попробовать. Это было здорово». Сейчас перед исполнителями стоит новая задача – покорить публику своими эстрадными номерами. На этом конкурсном этапе участники оденут на себя роль эстрадных певцов. Как всегда вас ждут интересные номера, шоу, программа и один маленький, но необычный, замечательный сюрприз. Какой именно это будет сюрприз, я говорить пока не буду. Вы узнаете все сами. Если придете 24 ноября в 7 вечера в Котласский дворец культуры. Не забывайте, что после каждого этапа состязания идет народное голосование за понравившегося участника. Победитель получит приз зрительских симпатий. В Котласе и Коряжме продолжаются выставки продажи вкусных и полезных товаров от компании «Мед Сандалов». 20 лет компания «Сандалов» радует любителей меда достойным ассортиментом. Гречишный, липовый, акациевый и не только. Отмечу немаловажно, откуда мед родом. Например, если он собран в экологически чистом Кавказском заповеднике, Краснодарском и Левятском крае, его целебные свойства и, разумеется, вкус уверяем на высшем уровне. Только такой мед в компании «Сандалов». На нашей ярмарке представлен огромный выбор меда, также конфитюры, различные пчелопродукты, такие как пыльца, перга, прополис. Также есть норковые, медвежий и борсучий жир. Что особенно приятно, покупателям предлагают несколько акций. Так, цветочный мед стоит всего 250 рублей за килограмм. А если вы купите килограмм некоторых других сортов меда, то цветочный и вовсе получите в подарок. В Котласе выставка продажа меда сандалов будет проходить с 21 по 25 ноября в здании бывшего кинотеатра «Спутник», 23 ноября в Доме культуры Лиминды, 24 в ДК поселка Вычегодский, а 25 в Молодежном центре Родина, города Коряжма. Спешите за самым вкусным, недорогим и полезным лакомством. На сегодня у меня все. Далее блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите нас каждый будний день на РЕН-ТВ. Вечером в 19.00, на следующий день в 7 утра и 12.30 дня. В телепроекте «Регион-29» на канале «Правда Севера» программа Котласского объединения телевещания выходит сегодня в 21.15, с утренним повтором в 9.15. Смотреть наши новости также можно в сети Ростелеком и в группе ВКонтакте. Это около 1 миллиона абонентов по всей Архангельской области. Также мы всегда рады вам в нашей редакции на Ленина 60. Напоминаем телефон 8-921-080-0045. До встречи. Котласский дворец культуры приглашает 25 ноября в 15 часов на нежное и романтичное мероприятие городской конкурс «Невеста года». Свадебные платья и цветы, блеск фотоспышек и самые красивые девушки. Вы окунетесь в незабываемую атмосферу свадебного шоу. Также в рамках конкурса пройдет выставка свадебной индустрии. Все от букета до оформления зала. Билеты уже в продаже. Северный хор приглашает 1 декабря в 14.00 в Котласский дворец культуры на представление для детей «Варвара краса, длинная коса». А в 18.30 на концерт «Край наш поморский и могучий прекрасен». Справки по телефону 52515. Котласский дворец культуры приглашает 3 декабря в 17.00 на спектакль «Ты мне, я себе». С участием народного артиста России Александра Панкратова-Черного зрители ожидают невероятный драматургический поворот, который наверняка его удивит. Билеты уже в продаже. Впервые в Коряжме главный романтик наших дней певец-композитор Сергей Любавин с программой «Самое лучшее для любимых». 30 ноября КДЦ Авторадио представляет 10 декабря Котлас Дворец культуры Иска Королева Европы Голос культового проекта «Энигма» Сандра Пути к победе есть много составляющих, но главное из них – воля. Ты сам делаешь себя сильным. Спешим в Калаш. Только до конца ноября при покупке 5 метров креп атласа, фатина, габардина, блестящей сетки и однотонного шифона скидка 25%. Ждем вас! Котлас Мира 25 Коряжма Пушкина 15 В зимнем стиле поступление новой коллекции шуб из меха-норки, сурка разных цветов. Есть беспроцентная рассрочка. Также для вас дубленки, куртки из эко-кожи, головные уборы, обувь. Согревайтесь вместе с отделом «Зимний стиль» Торговый центр «Адмирал» 1 этаж Коряжма ТЦ Виконда 2 этаж Милые женщины, не упустите свой шанс. Мы приглашаем вас в Тонус-клуб, где легко, разумно и с удовольствием можно похудеть, прийти в Тонус и выглядеть по-настоящему эффектно и молодо. Только 24 ноября с 7.30 до 22 Тонус-клуб объявляет «Черную пятницу». Скидка на абонементы и продукцию Тонус-клуб до 50%. Наш адрес Проспект Мира 28 Здравствуйте, с вами Елена Нилаева. Я расскажу вам о погоде на 23 ноября. Спорт нашего выпуска – сеть магазинов «Шикарные двери». Покупайте качественные и роскошные двери и получайте возможность выиграть отличный приз. Открываем двери! А там! Два айфона заграничных и множество призов отличных. Купите любую дверь с 1 ноября по 23 декабря и станьте участником розыгрыша ценных призов. Шикарные двери открывайте с любовью. Котлас на Ленина 18 в ТЦ Рубин. Маяковского 44 в ТЦ Южный и на Фрунзе 11. Коряжма на Дыбцино Дом 2. Подробная информация об организаторе правилах поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке и получение на сайте шикдвери.ру В четверг в районе все так же пасмурно и снежно. Температура воздуха днем от минус 1 до 0 градусов. Ночные часы значительно похолодают до минус 7. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Всего вам доброго! До свидания! О профессии строителя Владимир Антоновский в детстве не мечтал. Все получилось случайно. В 1960 году отслужив в армии получил путевку в Коряжму на комсомольскую ударную стройку. У соседей тогда бурными темпами шло строительство будущего гиганта лесохимии Котловского ЦВК, а вместе с ними рабочего поселка. Большой путь в строительной отрасли Владимир Вячеславович начал с рабочего арматурного цеха комбината промышленных предприятий. Это было сердце Коряжмской стройки, а ее руками стал большой сплоченный коллектив специалистов структурных подразделений знаменитого 300 номер 6. В Коряжме был там же все, так сказать, и завод строился, бетонный завод, КПД большой уже стало. А в подлесе ничего не было. Вот раствор помним, как подавали раствор. Лопата цемента, лопата воды, лопата песка. Получают раствор, а все вручную. 200 человек народа было. Через два года стало до 700. Это было много. Появились, значит, что, народа не хватало. Получились, значит, заключенные стали. Вот 300 человек заключенных. Приехали химики, весь человек химиков. Построили, значит, общежитие здесь специально, для того, чтобы привозить рабочих и, так сказать, кормить их и все остальное. Вот на рабочих, и все, так вот, начало строиться. Получив техническое образование, а параллельно бесценный опыт в должностях мастера и старшего прораба, в 1973 году Владимир Вячеславович возглавил один из самых больших участков стройки СМУ-8. Как грибы росли тогда жилые кварталы. Котловские строители сдавали по 40 тысяч квадратных метров в год. А сколько промышленных и социально значимых объектов было возведено не с честь. Завод силикатного кирпича и МСЗ, комбинат хлебопродуктов и комбикормов завод, мясокомбинат, более десятка образовательных учреждений, больница, это школа искусств Гамма. Гамма. Для меня дорогая эта школа, она далась очень напряженно, трудно, потому что время уже без денег, денег нет. Значит, вот молодцы руководители города, вот тогда, значит, я пристроил призверие, шашурение. Было тяжело, но все вот понимались, нужна школа. Уже 25 лет в больнице. 25 лет. Я помню, на сих пор, как опаловку колотили, как сваи забивали в больнице. Приятно, приятно, что она получилась, и люди довольны, и горожане, и не только наши горожане, приезжают и с районов, даже горожане. Коллектив СМО-8, которым долгие годы умело руководил Владимир Антоновский, оставила себе добрую память, причем не только в Котласе. Рабочие возводили объекты по всей Архангельской области и даже за ее пределами. Один из детских садов, к примеру, был отстроен котлашанами в Нижневартовске. Владимир Антоновский со своей бригадой пробыл там долгих 6 месяцев. Необходимость такая была. Надо было строить. Мы строили, ездили. Самое-то главное в то время было как? План и отпуск. Попробуй, не сдай. Мы сдавали только так. Построили, значит, надо сдать так, как оно должно было быть. Сдавали. Профессию строителя Владимир Вячеславович и сегодня считает одной из самых важных. В душе удовлетворение и гордость за все, что удалось сделать за 60 лет трудового стажа. Наступивший 2017-й знаковый не только для Котласа. Кавалер Ордена Дружбы Народов, почетный гражданин Котласа Владимир Антоновский 23 января будет принимать поздравления с 80-м днем рождения. Кстати, такой же юбилей в этом году отметит и Архангельская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова